Лето. Прекрасная пора. Зелень, солнечные дни, пляжи, черешня. И только одно портит эту идиллию. Чёртова жара! Идёшь по этой бане, которую ещё улицы называют, и мечтаешь лишь об одном. Поскорее добраться до дома и упасть под кондиционер, но и тут может ожидать подстава, ибо одно неловкое движение пультом, подуло куда не надо, и ты лежишь потный, только теперь под одеялом и с температурой 38. Короче, лето это хорошо, но сложно. Благо есть компании, которые пытаются облегчить нашу незавидную участь и даже сохранить здоровье. Вот, например, Samsung. Выпустили инновационный кондиционер AR9500M, который способен охлаждать комнату без сквозняков. Я познакомилась с ним весной на презентации в Риме, загорелась, приехала, быстренько установила себе, и сейчас расскажу, работает оно или не очень. Погнали! Начну традиционно с внешнего вида внутреннего блока. Корейцы явно придерживаются того мнения, что кондиционер не должен быть центром дизайнерской композиции комнаты. Никаких наворотов, маскировки под металл или картину, просто белый, элегантный, лаконичный классический блок. Он впишется в большинство интерьеров и не будет привлекать к себе лишнего внимания. Простенько, но со вкусом, и видно, что вещь далеко не дешевая. Если подойти поближе, замечаешь, блок как будто усердно потыкали иголочкой. Производитель прилежно посчитал отверстия, их тут 21 тысяча. Зачем это? Все просто, собственно, через эти микроотверстия он и выдувает охлажденный воздух в специальном безветренном режиме. Как выглядит процесс охлаждения помещения обычным кондиционером? Включаешь, максимально быстро находишь кнопку свинг и регулируешь железью так, чтобы на тебя не дуло. О, кажется, нашел. Вот только далеко не факт, что даже если ты не ощущаешь мощный поток ветра, какое-нибудь завихрение подло не ударит тебя в спину или в шею, особенно ночью. Я вот частенько отгребала от потоков. Просыпаешься, чувствуешь, что голова уже все, не поворачивается. Натер феналгоном и ходишь себе. Кто-то, конечно, скажет, а че ж ты не пользовалась таймером отключения? А ну-то, конечно, да, но ночью бывает встанешь попить водички, и потом час не можешь заснуть, баблин, жара, опять включай и вот это вот все. Тут в этом плане намного удобнее. Во-первых, кондиционер умеет направлять воздушный поток не только вниз или вверх, но и влево-вправо. Так что не проблема, даже если вы не очень удачно расположили кондер прямо напротив кровати или стола. Вот как я, да. Во-вторых, как только комната охладилась, охладится она очень быстро, о чем чуть позже, можно перевести девайс в безветренный режим. Жмем кнопочку на симпатичном простом пульте, шторка закрывается, и воздух начинает выходить через те самые многочисленные отверстия по всем направлениям. Поток воздуха все-таки чувствуется на расстоянии в полтора-два метра. И сидеть прямо под работающим кондиционером за столом мне некомфортно. Но если кондиционер будет висеть, например, напротив кровати, то добивать не будет. В этом режиме вентилятор работает на минимуме. Выше поднять не получится, но в целом этого хватает для поддержания комфортной температуры в течение всего дня и ночи. Врубил, забыл и просто находишься в помещении с комфортной температурой. Да, если на улице огненный ад и солнце валит в окна, то может стать слегка некомфортно, и время от времени все-таки придется открывать забралы и врубать помощнее. Но это все-таки не магический девайс, физику не обманешь. То ли я не разобралась в управлении, то ли действительно такой опции нет, но кондиционер не может сам, почувствовав жару, переходить в режим полного обдува. Впрочем, может оно и правильно, особенно когда вы спите. Порадовало, что даже на максимуме вентилятор сильно не шумит, а еще он очень быстро охлаждает. У меня модель на 12 тысяч BTE и в комнате на 26 метров уже через 5-7 минут становится вполне комфортно и можно переводить девайс в безветренный режим. Добиться этого удалось, сделав вентилятор, входное и выходное отверстие, тупо больше в два раза в сравнении с обычным кондиционером. Плюс мотор тут инверторный, с цифровым управлением и фирменной технологией 8POW. Обещают опять же повышенную на 43% скорость, надежность, энергоэффективность и вот это вот все. Честно говоря, не заметила особых изменений в счете за электричество, но, наверное, они есть. Из несомненных плюсов инвертора. Его можно использовать зимой для обогрева при температуре вплоть до минус 15. Обычные же моторы не рекомендуется включать уже после минус 5. Пообещали корейцы и улучшение качества воздуха в квартире. Мол, благодаря специальному фильтру задерживается не только пыль, но и до 99% вирусов и бактерий. Глянула на фильтр, его, кстати, легко снять и мыть. Таки да, пыли немало, видать, работает, ну, по крайней мере, с пылью. В принципе, мне хватает и того, что меня теперь просто не продувает, но разве еще и вирусы? Окей, я прям почувствовала себя в большей безопасности, чем была до этого. Что еще порадовало, так это управление с телефоном. У меня такого никогда с кондиционером не было, и это прям огонь. Подсоединила к Wi-Fi и, подъезжая к дому минут за 10, врубаю охлаждение на максимум и захожу в уже прохладное помещение. Заодно только переживаю, чтобы котик не оказался под струей холодного воздуха. Но они у меня, ребята, умные, если что, сразу убегают. Очень умные. Тарик, а ты умный очень, да? Одного только не поняла, почему для управления нужна отдельная программа Smart Home? Но для пылесоса и прочих штук есть Smart Hub. Давайте же как-то Samsung в одном месте все соберите, не? Знаете, такое чувство, когда купил новый долгожданный смартфон, а ничего особенно не изменилось. Ну, фоточки стали получше, головы в YouTube увеличились вместе с диагональю экрана, но... Как-то все, а не чувствуешь улучшения качества жизни. Так вот, с заменой своего старого кондиционера на AR9500M, я это самое улучшение заметила мгновенно. Шумела? Не шумит. Дула? Не дует. Приходила, ждала, пока останет комната, захожу в комфорт. По телу ночью не могла уснуть, сплю как дитя. Вот это я понимаю прогресс. Стоит 95.00 недешево. Как флагманский смартфон. Не китайский. Но если бы у меня спросили, что мне больше хочется, 9-ю галактику или 9-ти тысячный, я бы не задумывалась ни на секунду, только его. Белого и в крапинку. Надеюсь, и вы, не задумываясь, ставите лайк нашим видосам и оформляете подписку. Не потейте, не болейте, не сидите на сквозняках, и да прибудет с вами комфортная температура.